Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белл, я отвечаю на ваши вопросы. Сейчас я не то что на вопрос, но отвечу на полемику, которая произошла буквально не так давно. Мне предъявили обвинение, заявили о том, что мы с сыном узурпировали банное дело, мы разрушили когда-то создаваемую международную банную ассоциацию, мы украли чьи-то патенты и теперь, как говорится, выпускаем печь, на которой не имеем права. Ну что только, там очень много говорилось. В результате человек пришел к выводу, что, как говорится, мы на сегодняшний день ничего не создали, а только пользуемся чьими-то трудами. Трудами вопрос чего. Если говорить о том, что мы пользуемся трудами наших дедов и отцов, традициями, да, пользуемся, пользуемся теми банными традициями, теми разработками печей, которые были, и то, что раньше было там кирпичное, вернее даже была глиняная мазанка-печь, турлучные печи были в большей степени, чем кирпичные, ну, ничего не значит. Главные принципы, принципы, которые мы переложили в нашу печь казачка, мы добились того, чтобы печь казачка имела такие же характеристики, как кирпичная там или глиняная печь, выполнена новейшими материалами нержавеющей стали. Она на сегодняшний день не имеет равной. И почему к нам тогда предъявляются такие требования? А потому что обычная зависть. И откуда это идет? Да очень просто. Белые. Это наша семья, это наши компаньоны, это наши партнеры, наши друзья. Я, ну, они все примкнули к нам, создали Кубанскую банную ассоциацию. Это уже фактически была она создана после создания международной банной ассоциации, как вроде структурная единица. Но ввиду того, что банная ассоциация международная распалась, и распалась не по нашей вине, а распалась по той причине, что нашлись коммерсанты, которые просто-напросто превратили ее в коммерческий проект. Вот как раз об этом и хочу я поговорить. О том, чем молчат коммерсанты, о том, что банное дело они превращают в доходное шоу. Да ладно бы, превращали там в своем хозяйстве, крутились бы, и дай бог с ними. Нет же, зависть их гложат. Почему это? Белые занимаются чистой баней. Почему создаются хорошее оборудование. Почему мы за правильное парение, за семейную баню, за то, чтобы человеку было хорошо, за то, чтобы человеку было здорово. Оздоровительные процессы, чтобы проходили в бане. Им же нужно не это, им же нужно получить деньги. Да пускай люди оздоравливаются или не оздоравливаются, их не интересует. Им главное, чтобы были деньги. А деньги нужно делать всегда. Вот поэтому коммерческая часть ассоциации и была создана, с которой мы были против. Мы просто-напросто эту коммерческую часть не поддержали. А ввиду того, что ассоциация была создана добровольной, то понятное дело, мы добровольно не поддержали коммерческую часть и добровольно не стали выполнять эту часть. Понятное дело, ассоциация как бы распалась. Хотя сделали по-другому. Они ее... Это... Есть такие... Очень предприимчивые люди. Так, Хаирова и Антонова. Они взяли просто-напросто, переоформили ее на себя. И даже как бы запатентовали. Запатентовали, да бог с вами. Ну, вы все не запатентуете. Вы кубанскую банную ассоциацию никак не запатентуете. Попробуйте. Не получится. И вот они создали коммерческую проект, ассоциацию, коммерческую ассоциацию, которая бы, по идее, должна была давать деньги. Но напрямую она деньги давать не могла. Нужно было привлекать людей и доить их членскими взносами. Это понятное дело. Мы свой проект создали. А добровольное объединение людей, которые занимаются баней или занимаются в этом деле по своей профессиональной деятельности. И это добровольное действует по сей день. Люди знают, что они в ассоциации, но их никто не нагнетает, не заставляет сдавать эти какие-то деньги. Если возникает решение какого-то процесса, какого-то выступления, фестиваля, все просто собрались, каждый поучаствовал своими средствами, своими участием. И так же разошлись, каждый занимается своим делом. Но мы все вместе. И в то же время каждый занимается своим делом. Это не понравилось товарищам, которые хотели получить от этого деньги. Поэтому они и сделали ассоциацию. Ввиду того, что она не стала давать деньги, они стали в коммерческую основу переводить фестивали. Чтобы перевести фестивали в коммерческую основу, конечно, надо было на их основе делать соревнования, состязания, спортивные мероприятия, зрелищные. И вот это фестиваль превратили. Не фестиваль для того, чтобы человеку показать, просто показать, как это хорошо. Конечно, для этого нужно искать спонсоров. Вот как мы в Пятигорске, допустим, провели, мы в Ростове проводили, в Краснодаре. Мы просто находили спонсоров. И реально люди открыто делали мероприятия. Они там, как говорится, свои решали вопросы коммерческие. Это у нас мало интереса. Но сам фестиваль проходил на уровне профессионализма. Не верите? Спросите у Василия Ляхова. Он участвовал, он видел, он оценил. Проведение чемпионатов по парению – это следующий этап коммерческой структуры и превращение бани в коммерческую часть. Чемпионаты по парению. Вы когда-нибудь слышали чемпионаты хирургов, терапевтов, донтистов? А с чего вы решили, что банные специалисты должны делать какие-то чемпионаты, устраивать какие-то шоу? Если вы это делаете шоу, так назовите шоу на основе бани. Дай Бог с вами. Или шоу в бане. Или шоу с баней. Да это ваше дело. Но вы же людей заставляете участвовать в отборе. Кто лучший, кто худший. Да как можно оценивать, кто лучший, кто худший, когда у каждого своя техника, свой почерк, свои методики, своя наработанная программа. И мы вдруг говорим, это твоя хорошая программа, а это твоя плохая программа. А с чего вы взяли, что она плохая? Кто это определил? Так мало того. Дипломы выдаются людям, что он хороший банщик. По проведению парения, человеку выдаются дипломы. Это что, продажа индульгенций? Индульгенция номер один. По продаже, что этот банщик может парить, и эта баня коммерческая теперь может существовать. А вы знаете, коммерческая баня, ведь она может быть правильная, может быть неправильная, но она коммерческая. И она имеет какую-то определенную направленность. Если решил хозяин, что это будет настоящая баня, там будет настоящая баня. Если он решил, что там будет шоу, что там будет соревнование, состязание, это будет соревнование, состязание. Это коммерческая баня, это его желание. И какой вы ему берете, еще ярлык вешаете. Не надо этого делать. Пускай люди сами решают, а клиенты пусть выбирают, что им выгоднее. Это коммерческие проекты. Ну, понятное дело, вам хочется, чтобы вся эта коммерческая часть шла через вас. И вам капали денежки. Ну, вот, понятное дело. И вы к этому стремились. Мало того, мало бань. Взяли за топ оборудования для этих бань. Теперь уже все. И дымоходы, и печи, и, как говорится, и шайки, и лейки. И все, теперь только через вот этих вот специалистов, которые отлично разбираются в этом деле. А остальные не разбираются. Нет, это люди так. Пришли им. Вот, ярлык дали. Вот ты сегодня с этим идешь, это берешь, это так, паришься все это самое. Нет, ребята. Баня, она для каждого своя. И тут топ оборудования не должно быть. Нужно говорить только, оборудование соответствует или не соответствует банным режимам. Поддерживает, не поддерживает банные режимы. А дальше это выбор человека. Иначе, а судьи кто? С чего вы взялись судить? И, конечно, я делаю. А начинают делать испытания оборудования. Кустарно так. Навешивают всяких приборчиков. Показывают, видите, это хороший, это плохой. А с чего вы взяли, что он хороший или плохой? А для чего-то существуют заводы, зачем-то лаборатории. А вы решили из заводов еще что-то поиметь? А, конечно. Вам хочется и там, чтобы вам отстегивали. Ну, понятно. Индульгенция номер два. Заводы должны вам платить. Ну, конечно. Вбросы в соцсети. Ну, активно просто делаются без всякого. Чтобы все были в курсе, что есть отзывы, рекомендации от таких господ, которые выдают индульгенции. А вы спросили настоящих специалистов. Ляхова Василия, Ляхова Владимира, того же Куценко, Беляева, Исаева, Петрова, Добровольского. Чего ж они индульгенцию не выдают? А они специалисты высшего класса, высшего пилотажа. А вы кто? Откуда вы взялись вообще? Выскочили из коммерческих проектов. И все решили. Общество колпачить коммерческо. Обзоры, выставок делают. Ну, делайте. Они называются профессионалы. Профессионалы чего? Болтологии? Болтайте дальше. Как болтали, так и за вас и забудут скоро. Ой. Так мало того. Сохватили форумы. Людям не дают там слова сказать. Блокируют их. Зауськают. Только нужная информация, которая дает денежки, 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 денежки. Ой. Все, денежки. Ой, господа, господа. Что ж вы там никак не поделите между собой? Не научитесь никак честно зарабатывать. Брать и зарабатывать. Пахать. Не хотим пахать. А, ну да, да. Ну, не пошите. Тогда нечего предъявлять требования. Белые все своим трудом заработали. Так-то. На этом пока все. Может быть, я и не ответил на вопрос. Ну, я думаю, что этого достаточно. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok